Всем привет! С вами Ванделей, и в этом ролике мы поговорим о багах, секретах и просто интересных наблюдениях в игре Metro 2033 Last Light. В стартовом геймплее мы можем забиться в этот угол от псевдомутантов-миражей и заглянуть своей головой за текстуры стены. И если просидеть в этом углу до самого конца и никак не атаковать мутантов, то в итоге герой просто телепортируется к одному из монстров и автоматически атакует его ножом. Просыпаемся после этой сцены и оказываемся в своей комнате в комплексе D6. И подписчик Павел Зинатулин задался логичным вопросом, что на секретном военном объекте в московском метро делают календарь на трёх языках — английском, русском и украинском. Как-то это странно. Выходим из комнаты, и здесь у нас оружейник, который зачем-то мажет оружие клеем, а затем приклеивает его к доске. Это единственное объяснение, как пушки так держатся здесь. А рядом вандалейка. Сидит в сценарии и к ролику пишет, да к условностям игры придирается. И не надо спрашивать, почему у меня на полках сразу четыре одинаковые книжки стоят. Просто надо. Дальше видим бойцов, играющих в шашки, сделанных из того, что было. В том числе и с кнопок с надписью «Пуск». Довольно забавная деталь. Интересное замечание от подписчика Миши Кавашникова. При нажатии на Кавашу Э мы видим, что на Артёме не надето какой-либо экипировки, а циферблат часов, к слову, проходит через рукав. Но после того, как мы выберем оружие, экипировка автоматически появляется на нас. А мы буждаем по бункеру дальше, и о боже, Хан, не так близко, Хан. Поднимаемся и видим разобранный убойник со штыком. Между тем, штык этот не был включен ни в один из редаксов, так что использовать мы можем его только в оригинале. А всё потому, что в самой первой игре штык выполнял роль быстрого ножа. А в редаксах заточка не является отдельным оружием и спокойно вызывается на Кавашу В. И думается мне, что помимо оружия и припасов, в Д6 были запасы геля для волос. Ибо, как вы справедливо заметили в комментах, у Ульмана прическа как у человечка из Лего. Хотя, может это вообще из-за грязи, я без понятия. Добираемся до монорельса и заходим в второй вагон. Здесь главный герой проваливается через пол по колено. Этот туннель в следующей миссии является переработанным туннелем из миссии Мост. Из первого метро Д1033. Эту интересную особенность заметил подписчик с ником Мапсятина, просматривая локации в соответствующей программе. Как вы можете убедиться по скриншотам, разработчики действительно использовали одну и ту же модель туннеля. Пак найден и подписчиком Евгением Злобиным. ЛЦУ снайперской винтовки самым загадочным образом висит в воздухе, еще до того, как Анна поднимется на точку. Миссия Павел, и с помощью Ноклепа можно узнать, что за этой дверью находится неподбираемый пистолет, подбираемый калаш и чья-то планшетка. А вот здесь у нас невидимая стеночка. Пара пушек за пределами миссии Рейх. И солдаты в воздухе, которые выбегают к фюреру перед нашим раскрытием. Также с помощью Ноклепа мы можем отбирать пушки прямо у охранников фюрера. Ну что же, на этом ролик по метро Вастлайт подходит к концу. Если вы знаете какие-то приколы этой игры, то смело пишите их в комментарии. А с вами был Ванделей, всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok